Буквально на днях, наконец-таки, вдруг внезапно, откуда ни возьми, появилась игра под названием Palworld, и никто не знает, откуда она, собственно, вообще взялась. Не, ну мы-то знаем, потому что пока я писал текст, Димон нашёл, что в 2022 году мы смотрели презентацию E3, и как раз-таки в конце этой самой презентации, прямо самой последней игрой, была та самая Palworld. И я могу сказать то, что эта игра прям нехило затягивает, как такой прям настоящий наркотик, я бы даже бы сказал, причём, как Тоха Логвинов, как уже написал, то, что это кусок говна, что это неиграбельно, что это вообще просто копирка вообще всего, что это вообще не должно было выходить, но мы-то знаем, что каждый должен поиграть в игру, и если она ему понравится, то необязательно слушать чьи-либо мнения, в том числе и наши. Но я надеюсь, что вы всё-таки меня услышите. Ну что, начинаем. Начну я с того, что игра как раз-таки находится, кроме того, что она находится в Стиме, то она ещё находится в Xbox Game Pass, поэтому, если вы захотите попробовать эту игру, да и вообще, собственно, поиграть, то я советовал бы всё-таки приобрести Xbox Game Pass, потому что он там стоит примерно в районе 2000 на 5 месяцев, и вот как раз-таки Palworld там тоже находится, за что, как говорится, тоже плюсик. И благодаря этому, да и в том числе и Стиму, игра просто сейчас хайпует и взрывает все просто чарты, и просто сейчас тотальнейший бум этой игры, и мы поскорее постарались прям поиграть и прям быстрее-быстрее-быстрее темпоральными такими вот путями быстрее сделать, собственно, обзор. И тут, по сути, вы можете играть либо как соло, либо вы можете играть со своим другом. Для того, чтобы поиграть со своим другом, вам нужно ему прислать специальный код, и он присоединится, скажем так, к вашему миру. Я вас заклинаю, сразу присоединяйтесь к другу в пати, потому что, если вы не присоединились, как здесь это называется, гильдии, если вы не присоединились к безымянной гильдии, то вы не сможете нормально играть, потому что у каждого будет тупо своя база. Да, вы можете там друг другу рейсы перекидывать, но это не то, чем если бы вы хотели бы играть всё-таки вместе. И даже для того, чтобы выйти из этой игры, вам понадобится прожимать Alt F4. Не знаю, возможно, я где-то не заметил какой-то крестик или кнопочку выход, но, во всяком случае, при нажатии кнопки Escape ничего не происходило. Что, собственно, из себя представляет Palworld? Это, собственно, Икарус. Как бы это странно бы не звучало, но, однако, это всё-таки здорового человека Икарус. И если посмотреть, прямо вот в лоб посмотреть на эти, собственно, две игры, то что в одной интерфейс, что в второй интерфейс, и они, собственно, одинаковые практически. Поэтому довольно большое количество значков интерфейсов, кусков интерфейсов, всё, всё, собственно, взято как раз-таки из Икаруса. Но самая основная отличительная, конечно, черта с Икарусом, это то, что Икарус кусок неоптимизированного говна. А как раз-таки Palworld, даже учитывая, что он только что вышел даже в него, можно совершенно спокойно играть и ничего не лагает. За это тоже плюсик. По поводу багов-лагов, тут, в принципе, ничего особо сильно заметно не было. Ну, кроме того, что иногда мобы, типа вот огромного мамонта, он любит у тебя по башке проскакать, причём ты за это ещё получаешь костюм прочему урон. И у Тёмыча два раза дропала игру, у меня вообще ничего такого как бы не происходило, поэтому, ну, в принципе, могу сказать, что есть, но у меня такого просто не было. Второе, что также завлекает и завлекает довольно большую аудиторию, это, собственно, сравнение с Фортнайтом, потому что здесь у нас очень похожие анимации добычи того же дерева и руды. И третье, с чем, собственно, мы могли бы это, собственно, сравнить, это у нас, собственно, сами покемоны. Понятное дело, я думаю, что, наверное, довольно большое количество людей, в принципе, вообще знает, что такое покемоны, и это тут, я думаю, даже можно плюс-минус не складывать, потому что, понятное дело, что это прям копирка покемонов. Однако, там всё у нас сделано на искусственном интеллекте, со всеми вот этими вот обрисовками и всем остальным. Я не знаю, конечно, по правде говоря, как это всё взаимосвязано, с другой стороны, если на всё это посмотреть, то действительно прям очень большая схожесть с этими самыми покемонами. А так как я, как говорится, ребёнок 90-х, то покемоны вот здесь вот у меня в сердешке, я большинство вот этих покемонов знаю, у меня были плакаты на стенах со всякими бульбозаврами, черезаврами, вот это всё, вот вся эта тематика для меня, скажем так, вот. И в этой игре они называются Пауэ. Так что посмотрим, что это, собственно, за чин-покамоны, если вы, конечно, поняли, про что, собственно, вообще отсылочка. Чин-покамонов. Ура! Дети, вы любите чин-покамонов? Да. Теперь вы можете купить своего чин-покамона. Я должен купить чин-покамона, должен-должен-должен. Теперь вы можете собрать их всех. Пушистик, Ослотрон, Пенгин, Ботинок, Ламптор. Соберите всех и станьте коронованным мастером чин-поко. Коронованным мастером чин-поко? Давайте начнем с того, что это выживалка. Да, действительно, это выживалка. И здесь вам нужно поддерживать, в принципе, всего две единицы. Это у нас единицу еды и единицу вашего хп. Когда вы начинаете игру, то вы появляетесь, собственно, голозадым. Причем, даже, как неудивительно, здесь у нас есть редактор персонажей. И, как написали разработчики, извините, но вы изменить вашего персонажа не можете. Эта функция появится где-то в будущем. Ну, я поверю разработчикам по причине того, что количество денег, которое уже получила эта игра, там уже можно чуть ли не вторую городу Варкрафт открывать. И вот, мы появляемся. Что нам делать? Правильно, как и в любой, собственно, выживалке, нам нужно добыть камень и нам нужно добыть дерево. И для этого мы либо, конечно же, можем искать палочки, но что может быть более увлекательным, чем вот взять вот свои вот эти вот два кулака и начинать, короче, бить по дереву. И бьешь, 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 выбиваешь дерево. И потом начинаешь, подходишь к камню и начинаешь бить, 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 бить и выбиваешь себе камень. Только так побеждают! После этого ты берешь, делаешь верстак и совершенно спокойно, так же, как и в обычных, во всех играх выживачах, вы делаете себе какой-то инструмент. И вот вы сделали этот самый инструмент, а что дальше? А дальше ваша задача сделать покебол. Ну, точнее, не покебол, а специальную синюю сферку, с помощью которой вы будете заниматься охотой напалов. Переходим к охоте напалов. Когда вы появляетесь, кроме того, что есть деревья и есть камни, кроме которых есть еще металлическая руда, сера, ну, это уже, скажем так, на будущее, то вокруг вы увидите довольно большое количество различных монстриков. И сначала вы такие, ну, наверное, просто мне надо на них охотиться, но нет, но нет. На самом деле здесь система именно охоты на покемонов. И вам нужно взять вот этот синий покебол, выходишь, видишь вот этого, собственно, пала, вот этого монстрика, допустим, барашка. И вам нужно его немножечко пристукнуть. Чем меньше у него количество хп, тем больше шанс того, что вы его затаймите. Ну, если по человеческому лэнгвиджу говорить. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details. То, собственно, вы его поймаете. Но, если быть еще более точным, приручите. И здесь эта система также была сделана, как в Ragnarok Online, для того, чтобы приручить какого-то монстра. Вам нужно ему, допустим, изис, вам нужно нанести ему урона. Чем меньше у него хп, тем больше у вас шанс того, что у вас не пропадет, собственно, эта сама приманка. И после того, как вы его схватили, он у вас помещается в ваш кармашек. И вы совершенно спокойно можете с ним делать все, что хотите. Действительно, все, что хотите. Ну, практически все, что хотите. У вас есть два варианта, что с ним, собственно, делать. Первый вариант, это когда вы используете его на своей базе. Когда я выпустил своего первого барашка, я сначала такой думал, ну, как бы, ну, бегать туда-сюда, как бы, ну, как бы есть и как бы хорошо. Но после того, как я увидел, как этот маленький барашек, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, несет на своей спинке, а, нет, по-моему, он в руках тащит, на спинке, по-моему, вроде котик таскал. Он тащит вот это деревья, а потом он бежит рядом с кустиком, собирает как раз-таки ягодки, и все это он такой несет себе вот в закрова. И вот как раз-таки в этот самый момент я понял, что действительно игра начинает потихонечку-потихонечку набирать обороты. И вот у тебя вот первый барашек, ты выполняешь миссии, делаешь кроваточку для этих, собственно, барашков, потом ты делаешь поилочку, потом ты делаешь как раз-таки курилочку, извиняюсь, специальную вазу для фруктов, в которой кладется еда для питомцев, в которой они постоянно бегают. И постепенно, постепенно, постепенно вы набираете обороты и прокачиваете свою базу. И как раз-таки с помощью прокачки этой базы и выполнения этих самых квестов, вы будете получать все больше и больше возможности выпускать этих самых палов на свою, собственно, базу. Потому что без этого вы не можете выпустить больше, допустим, у вас ограничений 7 штук, вы не можете больше 7 послать. Поэтому обязательно выполняйте квесты. И вы должны прекрасно понимать, что для того, чтобы обслуживать, собственно, этих всех палов, вам нужна еда. И ты такой думаешь, так, ну, есть у нас, конечно же, ягодки, но они тоже кончаются. Правда, здесь есть тоже ситуация с кроватью, когда вы ее скрафтите, и если вы ночью ложитесь спать, то некоторые ресурсы постепенно-постепенно восстанавливаются. Поэтому не надо бегать за 3-9 земель, и даже та же самая руда, которую вы уже добыли, допустим, 2 дня назад, у вас на этом же месте может и появиться. За что тоже огромный плюс, потому что если вы добыли какую-то железную руду, и не надо за ней мотаться через 3-9 земель для того, чтобы ее, собственно, забрать. И, опять же, возвращаемся к вопросу еды. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно много еды. Ну, у нас открывается, собственно, сад, на котором мы можем посадить семена как раз-таки этой самой клюквы, ну, или ягод, называйте это как хотите. Но, опять же, если вы будете делать это вручную, это будет занимать просто огромное тотальнейшее количество времени. Это действительно, то есть вы будете просто вот так вот сажать в течение примерно 2-х минут. Минус этой игры прям сразу же это то, что если вы выполняете какое-либо действие, допустим, сажаете, что-то крафтите, вам обязательно, при любом раскладе, вам нужно зажимать кнопку F. И только в моменте, когда вы ее зажимаете, вы что-то делаете. Если вы не зажимаете кнопку, вы сразу автоматически перестаете крафтить. Плюс, конечно, в том, что если вы уже крафтили что-то, то просто останавливается как бы весь крафт, но вы должны как бы об этом знать. Поэтому обязательно зажимайте. Автоматически у вас ничего происходить не будет. То есть вы не послали там на крафт, хочу там 20 веток. Он вам не будет делать 20 веток, вы будете стоять и сидеть, ждать, пока этих 20 веток уже вручную как бы накрафтится. Возвращаемся к нашей грядочке. И тут мы должны понимать, что здесь в игре огромное количество палов. Их 111 штук на данный момент, на момент написания данного видео. И у каждого пала есть свои отличительные особенности. Допустим, барашек, он умеет нести шерсть. Для этого ему надо поставить пастбище, и он несет шерсть, из которой делается ткань, из которой делается одежда и так далее и тому подобное. Дальше у нас есть кошка. Кошка очень любит грызть камни. Не знаю, правда, почему она просто бьется об них башкой, но во всяком случае выглядит это весело. И в том числе с кирочкой она тоже может добывать камень. Поэтому тут надо посылать эту самую кошку на этот самый камень. Кошка добывает камень, барашек бегает рядом, собирает этот камень, несет вам на базу. Это прям первое, прям самое-самое простейшее. И у вас опять же возвращаемся третий раз к грядочке. Вы должны понимать, что вам нужно сделать два действия. Ну, три действия, если быть более точным. Первое, вам нужно посадить. Для этого вам нужен пал, у которого есть именно скилл посадки. Допустим, это у нас есть бабочка и есть у нас специальный крот. Точнее, если быть более точным, он похож на какой-то грибочек, который ходит на четырех ножках. Вы его таймите, ведете себе на базу и он у вас начинает автоматически сажать как раз-таки эту самую полянку. Посадили, молодцы. А дальше, что правильно, вам нужно поливать. Опять же, вручную поливать это абсолютно столько же времени, то есть минуты-две вы будете просто тупо стоять с зажатой кнопкой F. Вам нужно полив. А полив у нас у кого есть? Правильно, у водяных палов. Водяные палы обычно синего цвета. Тут, в принципе, это вполне логично и банально. Если земля, то обычно он коричневый. Тут, в принципе, особо сильно ошибиться вы не сможете. Таймите пингвина и несете его себе на базу, и он начинает у вас эту самую грядку поливать. Один посадил, другой полил. Третий, что правильно, собрал. То есть кошка приходит и собирает, собственно, эти самые ресурсы. Или, по-моему, барашек. Барашек он тоже собирает, ну или нет. Там, по-моему, такой значок руки нарисован. Но точно это делает кошка. И что правильно, все у нас вот автоматическая, собственно, грядка еды. То есть вам уже, в принципе, этим заниматься не надо. Все собирают, все как раз-таки сажают и спокойно все это несут, еду. Вам надо просто взяли, поели, пошли дальше. Все питомцы просто подбегают к этой лоханке общей, тоже кушают и тоже идут дальше заниматься своими делами. И вот потихоньку, потихоньку, потихоньку набирая, собственно, обороты, вы будете потихонечку, потихонечку, потихонечку развивать свою базу. Вот уже первый, уровень второй, третий, седьмой и так далее и тому подобное. И у вас потихонечку будет расти, собственно, аппетит. И вам уже не нравится, допустим, надоело собирать древесину. Вам нужно сделать автоматическую древесину. Для этого вам нужно найти покемона, который отвечает, извините, пала, который отвечает за рубку деревьев, другой за сборку, другой за добычу камня. Опять же туда-сюда, туда-сюда. Самая главная, отличительная черта этой игры, это то, что вам нужно заниматься вот как раз-таки менеджментом своей базы. Вам нужно понимать, что вам, допустим, не хватает камня. Выбираете те палов, которые занимаются камнем, которые забираются сборкой, вытаскиваете, смотрите, не хватает дерева. Тут вот, да, вот это вот, постоянная какая-то вот коллаборация различных вот этих вот палов, потому что, опять же, у вас их ограниченное количество. Вам вот из-за этого как раз-таки нужно постоянно думать. И, как я уже говорил, потихонечку вы будете расти, у вас будет улучшаться оружие, у вас будет улучшаться ваше, собственно, обмундирование. Всяческая одежда, будет улучшаться палы, они будут качать уровни, потому что на вас будут периодически находить различные монстры, вы будете их, собственно, тоже таймить, расширяясь в свою вот эту вот базу. И потихоньку, потихоньку, потихоньку у вас будет огромная, такая защищенная, хорошая база, которая будет приносить вам большое количество различных ресурсов. И еще, плюс ко всему прочему, она довольно милая, потому что у вас очень много палов, и они все очень мимишно выглядят. Теперь перейдем ко второй части, собственно, пропалов. Это тот самый момент, когда вы уже вышли со своей базы, и вы берете с собой пало. Вы можете, конечно, его не брать с собой, но я вам категорически советую всегда с собой таскать одного пала. По причине того, что вы получаете опыт, он получает опыт, он убивает какого-то монстра, вы тоже получаете за это опыт. Но, но, вы должны также понимать, что за то, что вы будете вот этого, собственно, пала таймить, то вы за него получите больше опыта. За убийство вы, допустим, получите 15 опыта, за то, что вы его затаймили, получили 100 опыта. Ну, как бы, понимаете, да? То есть, вы, конечно, можете совершенно спокойно заниматься геноцидом этих самых палов, и тоже за это получать опыт. Каждый кайфует, собственно, в этой игре по-своему, но вы должны понимать, что за это вы просто тупо будете получать больше опыта. Что делать с этими палами? Вот вы их, допустим, хреновую тучу набрали, вы можете либо их продать, либо вы можете их использовать как раз-таки для каких-либо трудов, на грядочках, на сборочках, на чем угодно. Либо вы можете совершенно спокойно взять мясницкий нож и с этим мясницким ножом что сделать? Попрощаться с вашим милым другом. Спасибо, Клим Саныч. Старались. И в зацензурированной версии вы просто его зарубите, и за это вы получите просто тупо ресурсы, и на этом, собственно, всё. Не вижу особого смысла рубить, на самом деле, с мясницким ножом, только если вам прям в крайней нужде прям нужен какой-то определённый ресурс, который есть именно у того самого пала, который, собственно, есть в вашей базе. Поэтому, в принципе, имели смысл вообще прокачивать мясницкий нож? Ну, не знаю. И вот вы, прокачанный, со своим палом, наконец-таки выходите в открытый мир. И, знаете, тут в данном случае я могу сказать так. Молодцы. По одной простой причине, что этот мир не кажется пустым. Во-первых, он огромный. Во-вторых, в тот самый момент, когда вы выходите, вы берёте с собой пало. Вы, если прокачались, то вы можете сделать седло на этому пало. Вы можете на этом пале передвигаться, и вы будете прямо тут со своим четвероногим другом бороздить большой театр. И это довольно интересно, по причине того, что в этом мире вам, кроме определённого вида различных палов, вам будет встречаться ещё сундуки, данжи, всяческие пещеры, водопады, всяческие сундуки с ключами. Будут здесь браконьеры. На вашу базу будут периодически нападать различные монстры. Вам тоже надо от этого будет всего отбиваться. Вы бежите по каким-то бескрайним просторам, ищите различные телепорты, находите различные базы, находите вот эти самые клетки с различными покемонами, защищаете их как раз-таки от самих браконьеров, охотитесь на других покемонов, потому что одни появляются днём, а другие появляются ночью, и вам постоянно, постоянно, постоянно есть чем заниматься. По оружию и ближнему бою я тоже не могу сказать то, что я разочарован по причине того, что здесь вы начинаете с обычного лука, с обычной палки, потом переходите на копьё, потом улучшенный лук, составной лук, потом у нас идёт арбалет, потом у нас идёт мушкетон, потом уже идут автоматы, пулемёты, и всё это вы потихоньку, потихоньку, потихоньку развиваетесь. И знаете, вот с этой стороны я могу сказать то, что опять же молодцы по причине того, что здесь у нас знаете как стандартная, обычная, дефолтная, казуальная стрельба, практически вот куда вы стреляете, туда вы и попадёте, то есть попадаете в голову, наносите крит, ну это прям предельно понятная ситуация, поэтому здесь тоже это приятно. И опять же всё это, что нам напоминает правильно, Icarus. Это прям вот проект, с которым можно совершенно спокойно сравнивать эту игру, потому что плюс-минус это, ну очень сильно похожие игры. Теперь парочку слов по поводу атмосферы, я могу сказать так, меня игра очень сильно подкупила тем, что игра во-первых крайне светлая, меня уже заколебали игры, в которых ты шаришься по каким-то катакомбам, по каким-то нуарным местам, где всё просто какая-то темнота, ты где-то должен прятаться в стенях, и вот это всё постоянно вот этого теми меня постоянно просто напрягает. В данном же случае ты заходишь в игру, всё яркое, красочное, какие-то мулипусеньки какие-то бегают туда-сюда, чё-то какими-то своими делами занимаются, какой-то котик бегает за какой-то курочкой, там они друг с другом чё-то месяца. Что-то постоянно происходит в этом мире, кто-то там орёт, кто-то там чё-то делает, и где-то водопады шумят, и всё вот это вот прям перекликается, такой смотришь на это, господи, наконец-то я чуть-чуть свободен. Познание настолько преисполнилось, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет, блять, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. И уж тем более, в тот самый момент, когда вам первые барашки помогают строить какое-либо помещение, когда вам барашки помогают крафтить что-либо на столе, или кошка вам помогает, и ты такой смотришь, господи, я в этой игре не один. Да, я понимаю, что я с Тёмочем играл, он где-то там со своей базы был, но у меня было своё пастбище со своими палами, поэтому, ну, как есть. Потому что, как я уже говорил заранее, всё-таки соединяйтесь тоже заранее, а мы не соединились, у нас было просто тупо свои базы, и мы не могли соединиться, потому что приходилось бы просто всё тупо сносить. Самая главная и отличительная сторона этой игры, это то, что это абсолютно кузуальная игра, в которую интересно играть, и банально ты в ней расслабляешься, ты полностью расслаблен, ты смотришь на всё это, и тебе по кайфу. Моё личное расположение к этой игре, я не знаю, как у кого-то может быть какое-то другое расположение, я говорю от себя. И знаете, вот когда ты бегаешь и вот навеваешь, собственно, всех смерть, лучи добра, всем посылаешь, и вот это всё, знаете, всё очень сильно выглядит, как будто ты играешь вот в эту как раз-таки коллаборацию, если кто-то помнит, Дума Тёрнл и как раз-таки Анимал Кроссинг. Ну, давайте подведём итоги. Я могу сказать так, если у вас есть возможность взять себе Xbox Game Pass, то обязательно берите. Я думаю, что вам игра зайдёт, я надеюсь, во всяком случае, на это, потому что, ну, в принципе, такое количество игроков тоже не может соврать. Не, ну, может, конечно, вам может понравиться, может, не понравится, каждому своё. За всё это время, сколько я отыграл, я поиграл, опять же говорю, по кайфу, я не заметил вообще потраченного времени, зато я заметил потраченного времени, когда я зашёл в доту, мы поиграли две игры, лучше бы я вот как раз-таки бегал палов собирал, чем вот этой хернёй бы занимался. В данном случае я могу поставить игре 9 баллов из 10, я жду, когда добавят уже сюжетную часть, вот именно другие какие-то аспекты этой игры. Я думаю, что игру будут допиливать очень ещё долго, потому что это у нас, понятное дело, ранний доступ, и, в принципе, даже сейчас, на данный момент, это уже играбельно, и это уже можно играть по кайфу, и здесь можно провести довольно большое количество времени. Так что на этом, наши дорогие друзья, всё, с вами был я, Алексей, команда Юниор Продакшн, не забывайте подписываться на наш канал, и ссылочки будут в описании к видео, обязательно заходите на наш Дискорд канал, там мы постим все наши новости, так что, ребяшки, всем огромное спасибо, всем удачи, пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok